Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире университетский хронограф и я, его ведущая, Ксения Гринкова. Вот и прилетел сентябрь, но студенческая жизнь только набирает обороты. О событиях, которые показались нам интересными, мы расскажем. Сегодня в выпуске. Здоровый образ жизни – это увлекательно! Рыцарские турниры – как память из Средневековья. Мадагаскар оказался не таким далеким, как нам представлялось. Как вы думаете, можно ли, танцуя, укрепить здоровье? Оказывается, вполне. Именно поэтому фитнес и танцы для многих стали не просто привычкой, но и весьма важной частью жизни. Свой день рождения отметил информационный портал, который вот уже пять лет помогает людям вести здоровый образ жизни. В атмосферу этого праздника окунулись и наши корреспонденты. В пятилетии своего информационного портала «Фитнес и танцы РФ» эксперты в сфере танцев и спорта приехали отпраздновать в культурно-образовательном центре «Рельсы». Гости этого вечера высоко оценивали деятельность портала в таком полезном деле – просвещении аудитории по вопросам здорового образа жизни. А каждый участник команды издания получил благодарность за плодотворную работу. В связи с тем, что у нас онлайн цифровые технологии развиваются, пришла идея сделать вот такую вот площадку, на которой можно собрать тренировок, которые живут в разных городах или там работают в разных фитнес-клубах или студиях. Но объединились с единой целью – целью популяризировать здоровый образ жизни. Показательные выступления по бодибилдингу, гимнастике, тэквондо и танцам помогли аудитории полностью погрузиться в мир спорта. Красивые, яркие и зажигательные. Именно такими выступавшие запомнились залу. А представители портала «Фитнес и танцы РФ» разыгрывали подарки участникам от себя и от партнеров программы. В данный момент занимается несколько девушек, которые учатся в ТВГУ. Но они к нам пришли еще будущими школьницами. И когда поступили в институт, я думал, продолжат они тренироваться или не продолжат, потому что учебу может увлечь. Продолжили, занимаются, удачно совмещают учебу и тренировки, выступают на соревнованиях, получают спортивные звания, что на учебе сказывается только положительно. А опыт работы портала показал, что увлекать в эти программы важно и самых юных. Я однажды увидела, как девочки, мальчики танцуют, мои сверстники. Ну и сказала маме, мам, пойдем танцевать. И вот затянулась с трех до девяти. Приобщились к миру фитнеса и танцев и мы. Александра Зорина и Алексей Горобий. Грохот брони, звон мечей, крики поддержки зрителей. Реально ли все это сегодня? Клубы исторических реконструкций в этом не сомневаются. Благодаря им центр Твери в очередной раз превратился в ресталище, а горожане – свидетелями настоящих рыцарских турниров. Подробнее в сюжете Никиты Романова. Свидетелями и даже участниками этого увлекательного рыцарского турнира стали те, кто оказался в этот день в ландшафтном парке Тьмака. Здесь проходил ежегодный фестиваль Тверское княжество, в котором были представлены исторические реконструкции различных эпох. Самым громким и звучным был, конечно, турнир, который воспроизводил исторический средневековый бой. В этих дуэлях могли участвовать не только взрослые, но и дети. Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы и гости, и зрители участвовали в этом увлекательном действии. Смогли испытать себя в стрельбе из лука, кузнечном и гончарном ремесле. Вот здесь у нас, собственно, достаточно простой представлен гончарный станок с ножным круглым приводом. То есть, в общем-то, ничего сложного. По сути, это скамеечка, круг, который крутится ногами. Есть там более сложная версия, потом его можно усовершенствовать. А еще для участников фестиваля были поставлены палатки, в которых каждый мог не только осмотреть броню, меч или бытовые вещи тех лет поближе, но и сыграть старинные настольные игры. В общих чертах здесь нужно выгнать пять, здесь четыре, здесь три, здесь два, здесь один. Помимо реконструкции средневековых турниров, Тверское княжество предлагало проект памяти города Твери об историческом 1812 году. Мой проект заключается в изучении истории Отечественной войны 1812 года. Изучение батальона, который был сформирован здесь, в Твери. У нас на столе представлена самая разная униформа, которая помещалась в ранец рядового егеря. Здесь средства личной необходимости, также ремкомплекты для одежды, обуви, средства личной гигиены, столовые приборы, теплая одежда. Отличному настроению зрителей и участников не помешала и дождливая погода. Ведь не каждый день можно так ощутимо соприкоснуться с нашей историей. Немало интересного открыли для себя и мы, Никита Романов и Алексей Горобий. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Вопрос ректору». Здравствуйте, Людмила Николаевна. Добрый день, уважаемые Универтвы. Теперь вопрос, который волнует лично меня. Я заканчиваю в этом году четвертый курс. Мне интересно, ВУЗ будет ли направлять нас по каким-то рабочим местам, распределять и где это будет происходить? То есть только в Твери или я могу выбрать место работы рядом со своим домом или в ближних городах? Я искренне желаю вам удачи. Красивого завершения бакалавриата и поступления обязательно в магистратуру. Но относительно распределения, к сожалению, распределения, вот для меня, например, сейчас не существует. То есть студент, который заканчивает обучение в университете, трудоустраивается сам. Но должна сказать, что, в общем-то, на протяжении последних десяти лет, да и мне кажется, всегда так было, ни один студент Тверского государственного университета, выпускник, не стоит на бирже труда и не ищет работу. Чаще всего бывает так, что когда человек проходит практику, обучаясь либо в бакалавриате, либо в магистратуре, он там и трудоустраивается. Ребят очень видят, приглашают. И кто-то остается в Твери, кто-то уезжает. То есть вы больны выбирать свою судьбу так, как вам хочется, так, как вам видится. Поэтому искренне желаю всем нашим выпускникам хорошего трудоустройства. Спасибо. Я также слышала, что насчет магистратуры. В будущем, говорят, не будет вообще бесплатной магистратуры, то есть только платная. Я не знаю, как будет через 10 лет, но на следующий год мы уже получили контрольные цифры приема. И в этих контрольных цифрах приема они достаточно большие, серьезные. Магистратура, есть бюджетный набор. И в этом году он был увеличен нам. И в следующем году он тоже большой достаточно. Так что бюджетных мест предостаточно. И в этом году нам увеличили прием не только в магистратуру бюджетной и государственной, но и в аспирантуру. И очень серьезно. Поэтому приветствуем всех, кто собирается учиться. Это очень важно. Образование должно проходить через всю жизнь каждого человека. Образованный человек и живет дольше. И более счастлив, как мне кажется. Интереснее живет. Да, смотрит на жизнь. Поэтому только удачи. И вы знаете, несмотря на то, что некоторые люди, например, уходят на пенсию, если заглянуть в приказы по институту непрерывного образования, где проходит повышение квалификации или профпереподготовка, вы увидите немало фамилий людей серебряного возраста, которые тоже продолжают учиться. И это правильно. Спасибо большое вам за ответы на вопросы. Спасибо. Наш университет давно заслужил право считаться международным. Ведь на его факультетах обучаются студенты из более 50 стран мира. На филологическом факультете, к примеру, успешно влился в наш коллектив представитель далекого экзотического острова Мадагаскар. Со своим однокрупником из этой солнечной республики знакомит нас Анастасия Шеренкова. Меня зовут Марсель Дзехел. Я из Мадагаскара, и я приехал в Россию учиться. Сейчас я на втором курсе обучения журналистики в Университете Твери. Перед тем, как приехать в Россию, я пообещал моей матери быть примерным студентом, чтобы она гордилась мной, поскольку для нас, малагасийцев, семья значит очень многое. Мы говорили с Марселем о его родном месте, и нам стало интересно, что же современные жители Твери знают о Мадагаскаре. Вообще, это остров, наверное, какой-то. Мультик еще есть такой. Мультик такой есть, остров хороший. Остров Редосавчика. Я знаю, что Мадагаскар – это четвертый по величине остров на планете. Мадагаскар – это регион в Африке такой. Это такой мультфильм знаменитый. Вы знаете, в принципе, очень мало, что мы знаем, но мультик мы смотрели. Ну, то, что это остров из мультика. А ты знаешь, какое самое знаменитое животное на Мадагаскаре? Мадагаскарский таракан. К сожалению, народ не сильно осведомлен информацией об этом острове. Давайте же послушаем, что сам Марсель нам может рассказать о своей родине и о себе. Мадагаскар – четвертый по величине остров в мире. Мадагаскар находится на юго-востоке Африки, от которой его отделяет Мазамбийский пролив. К востоку от Мадагаскара – Индийский океан. Наш родной язык – малагасийский, второй язык – французский. Когда я был маленький, я мечтал стать профессиональным футболистом, как Буфон или Бортес. Но сейчас я уже забыл про эту мечту. Я бы не хотел ограничиваться работой именно в качестве журналиста. Возможно, я бы хотел работать в сфере телекоммуникации или культуры в целом. Стать министром культуры – моя мечта. Журналистика – просто средство для достижения конечной цели. Мне кажется, знакомство с Мадагаскаром и моим иностранным другом прошло успешно. Мы с командой узнали много нового о столь необычном месте. Надеемся, и вам было интересно получить чуточку больше информации об этом острове и его жителях. Анастасия Шеренкова, Алексей Горобий. Специально для университетского хронографа. Октябрь уж наступил. Помните? Любимая Пушкиным осенняя пора у каждого из нас вызывает свои ощущения. Но студенческая осень – это особое время, полное планов, надежд, новых идей на целый учебный год. Об этом мы спросим у проректора ТВГУ Натальи Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Так что же нам готовит университетский октябрь? Здравствуйте, Ксения. Событий у нас, как всегда, очень много, и о некоторых из них я сейчас расскажу. 4 октября пройдут прослушивания в творческой гостиной в Театр-студию «Зеркало». 7 октября состоится финал Кубка ректора Тверского государственного университета по игре в КВН. И 8 октября на факультете географии и геоэкологии пройдет конкурс талантов первокурсников. Всех ждем на наших мероприятиях. И погода будет соответствовать? Погода всегда соответствует, а вот настроение иногда подводит. Прежде чем рассказать о том, что нас ждет на следующей неделе, подведем итоги сентября. Сентябрь 2021 года оказался прохладнее своей нормы на 2 градуса. А вот норму по осадкам он перевыполнил почти на 20%. В октябре среднемесячная температура для нашего региона составляет плюс 5,1 градуса. А сумма осадков 67 миллиметров. Но каким будет октябрь 2021 года, мы с вами подведем итоги через месяц. Впереди нас ждет действительно период хорошей погоды, так называемая золотая осень или старое бабье лето, которая, собственно, определяется обычно осенними антициклонами. И нынешняя осень не исключение. Характер погоды в нашем регионе в ближайшие дни определяет антициклон скандинавского происхождения. Атмосферное давление продолжает расти. И ко вторнику в среде достигнет 767 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы плюс 10, плюс 12 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. В ночные часы столбики термометров опускаются до плюс 5, плюс 7 градусов. Поэтому я всем желаю провести это время побольше на природе и насладиться уходящей осенью. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Это все, чем мы хотели поделиться с вами сегодня. Вновь увидимся ровно через неделю.